Здравствуйте, уважаемые коллеги! В этом видео вы узнаете основные психологические проблемы, если вы торгуете на бирже. Постараемся обойтись без классических жадность, страх и так далее. Первая психологическая причина это если у вас нет уверенности в торговой системе. Вы только сделали эту торговую систему, где-то ее скачали, там бесплатно, без регистрации смс, в общем, либо она не ваша, либо вы, скорее всего, ее сделали, она только новая для вас, у вас нет опыта, естественно, у вас нет уверенности в этой торговой системе. И как следствие, если у вас нет уверенности, вы не уверены в своих сделках, вы пытаетесь из мухи выдувать слона, в конечном итоге вы находите такие ситуации, которые вроде бы можно как-то интерпретировать двояко. С одной стороны, они относятся к вашей торговой системе, с другой стороны, не относятся к своей торговой системе. Как вы понимаете, здесь сразу возникает тупняк, а тупняк и бабки – вещи несовместимые. Есть несколько путей решения неуверенности в своей торговой системе. Первый путь решения – это уйти на демо-счет. Временно демо-счет. Вообще, с демо-счета как бы и нужно было приходить в реальный рынок, но тем не менее. Посидите на демо-счете 3-4 месяца, и у вас, как правило, после этого сразу появляется уверенность в своей торговой системе. Второй путь решения – это тестеры. Вообще, желательно как бы их совместить. Существуют как бесплатные тестеры, так и платные. Я рекомендую тестер от компании Tiger Trade. Он стоит 1000 рублей в месяц. Не так и дорого, на самом деле. Вообще, прекрасный тестер. Мне он очень нравится. Тестеры есть также в компании Max Profit в журнале. Есть и бесплатные аналоги. В общем, сейчас тестеров огромное количество. Проторгуйте всю историю. Ну, всю, понятное дело, это я загнул. Проторгуйте там хотя бы несколько лет в ускоренном, понятном, режиме. Посмотрите, что ваша торговая система работает. Убедитесь в этом, и здесь появится уверенность. Если перейдете на реальный счет, и уверенности нет после тестера, переходите лучше на демо тогда. Вторая причина достаточно классическая. У вас нет подготовки к торговому дню. Это означает, что вам, например, по торговой системе нужно поставить уровни. Вы эти уровни не поставили, положили на это большой толст. В конечном итоге вы, опять-таки, приходите к замешательству. Вы судорожно начинаете в процессе торгов делать этот анализ. Я это неоднократно проходил. Я могу по себе даже сказать. У меня это было постоянно. Судорожно делаешь анализ. Рынок выстреливает. Ты в панике, что сейчас делать? Покупать либо продавать? В конечном итоге, не сделав никакого анализа, ты принимаешь абсолютно локальные решения. И на этом терпишь поражение. Поскольку локальная картина, она очень быстро меняется. Заработал ты максимум там несколько пунктов, зато слил огромное количество. Если вы сделали подготовку к рабочему дню, это либо до торгов, пока рынки спят, пока они не открыты, либо после торгов вы сделали определенный анализ, хотя бы разметили определенные области, поверьте, у вас не будет в рынке неуверенности. В конечном итоге вы будете понимать, что вы сейчас делаете. У вас хоть какая-то картинка появится, поэтому всегда делайте подготовку. Конечно же, это болезнь, но нужно здесь, понимаете, немного углубиться в психологию нас как таковых. Скорее всего, трейдинг для вас не единственный источник дохода. Вы также ходите на работу, либо имеете бизнес и еще какое-нибудь дело. И скорее всего, с помощью трейдинга вы просто им увлекаетесь, можно сказать, но при этом зарабатываете в другом месте. И это в какой-то мере правильно, поскольку, когда вы освоите трейдинг, вы сможете хотя бы инвестировать свои средства. Ну, мы на это, так скажем, надеемся. И вот все прекрасно, но вы бабац и заболели. Вы получили больничный, и этот больничный, по сути дела, открывает у вас простор, простор вашего времени. У вас появляется много свободного времени. Ну и здесь, как нищие на поминках, вы начинаете торговать. А что еще делать? Книжку читать довольно спорное удовольствие. Например, фильмы смотреть может привести к размягчению мозгов. Трейдинг – именно то, что вам нужно. Вы больной, скорее всего, с температурой. Будете сидеть и анализировать рынки. Очень спорное на самом деле занятие. Как следствие, здесь появляется спутанность в вашем сознании. Если вы еще пьете какие-нибудь страшные антибиотики, я один раз пил такие антибиотики, что у меня даже голова кружилась. Это вообще какой-то кошмар. Как в этом состоянии торговать, я не знаю. Если вы женщина, на моем канале всего лишь 4% женщин. Тем не менее, если у вас эти дни, лучше тоже не торговать в эти дни. Это не секрет, что в эти дни есть определенный гормональный фон, который влияет на вас и влияет на принятие решений. Вы, как женщина, начинаете думать в эти моменты эмоциями. Если вы можете контролировать свои эмоции, проблем нет. Если не можете контролировать эмоции, лучше не торговать в эти дни. Влияние прошлых сделок. Это следующая классическая ошибка. Бороться с ней практически невозможно, скажу вам по секрету. Единственный способ с ней бороться, это делать определенные отсечки. Что я имею в виду? Бывает такой момент, когда по тем или иным, независимым от вас обстоятельствам, например, вышли какие-нибудь новости, либо вы, допустим, сделали плохой анализ, либо что-то вытекло из вот этих вот ошибок, которые вы сделали, у вас появляется вот эта ошибка. Вы допускаете огромный-огромный минус на вашем счете. Минус может быть больше ваших лимитов. Такое бывает. Как следствие, здесь возникает некий страх перед будущими сделками. И здесь мы приходим к уверенности в вашей торговой системе. То есть, понимаете, как здесь все взаимосвязано. Вы начинаете думать, а может быть, эта система какая-то не такая? Вот, но у меня же есть минус на счете. Может быть, я что-то делаю не так? А как тогда понять, делаю я что-то так или не так? Ну, здесь более-менее грамотные трейдеры вам в этом вопросе помогут. Они могут подкорректировать вашу торговлю, если вы им пришлете свои сделки, ну, спросите какой-то совет. Крайне мере, я так делаю со своими подписчиками. Ну, не всегда, каюсь. Иногда я пропускаю мимо глаз. Из-за того, что вас много, ребята. У вас на счете должен быть определенный лимит. Лимит средств на потери. Стандартно мы придерживаемся 8-10% на вашем торговом счете. Вот пока вы не слили 8-10% на своем торговом счете, нужно понять, что этот убыток, эта сделка убыточная, она не влияет на будущее. Она не может влиять на будущее. Это было в прошлом. Это было там. Но сейчас новый день, сейчас совершенно другие условия, в которых, возможно, да, с помощью вашей торговой системы вы сможете заработать. Но нужно понять, всегда придерживайтесь лимитов. Если вы лимиты сливаете дневные, допустим, в день вы можете слить только 1000 рублей. Слили 1000 рублей, закройте терминал, идите там на работу, еще куда-нибудь, займитесь другими делами. Поскольку в этот день вы неадекватны. Вы не понимаете, что происходит, сразу возникает желание отыграться. Это приводит к печальным результатам. Еще раз, влияние прошлых сделок нас не должно интересовать. Каждая наша сделка на рынке, она в чем-то уникальна. И в будущем, чем больше у вас будет опыта, тем больше вы будете понимать, что каждая ваша сделка, она невероятно уникальна. В другой такой же сделке не бывает. Торговля вне системы. Что я под этим предразумеваю? У вас есть набор алгоритмов, сценарий, которые вы торгуете. Но, как правило, случаются другие какие-то ситуации, которые вроде бы... Ну вот, например, я торгую, допустим, вот такую свечу. А здесь появляется вот такая свеча. Ну, допустим, вот с таким хвостом. А вот этот хвост я торгую там 30 пунктов. Предположим, в моей системе это вот так. Появляется какой-то сигнал, который вроде бы как бы не очевидный. Вроде бы как бы не по системе. И в то же самое время по системе. Что делать? Если вы в чем-то не уверены, не торгуете. Это классическая поговорка. Не уверен, не торгует. Частенько мы о ней, к сожалению, забываем. Даже я, понимаете? Даже я об этом иногда забываю. То есть торговать вне системы, но отучить себя практически невозможно. Следующий момент, когда мы торгуем вне системы, это когда мы разочаровываемся своей торговой системе. Допустим, у нас есть период, когда у нас одни убытки. Убыток за убытком. Один убыток, другой убыток, третий убыток. Как следствие, нет уверенности в своей торговой системе. Как следствие, начинаем торговать вне системы. В итоге, как снежный ком, еще хуже становится. Опять-таки вспоминаем, пока мы не слили вот эту величину, что происходит в процессе, нас не должно интересовать. Сравните это как, ну вот, свою торговлю, как с некой сделкой. Некой сделкой с рынком. Вы сделали сделку, и у вас, предположим, есть профит и есть свой стоп-приказ. Сейчас, вот пока вы не достигли стоп-приказа, что там делает рынок, нам абсолютно фиолетово. В общем-то, и пока мы не дошли до своих целей, нам тоже абсолютно плевать, что он там. Микрофлет, крупняк, не имеет никакого значения. У нас есть стоп, у нас есть тейк-профит. Здесь то же самое. Вот пока вы не достигли своего стопа, торгуйте по своей торговой системе. Как только достигли своего стопа, все, можете менять свою торговую систему, разбираться, пытаться понять, что происходит не так. Безусловно, эта величина может быть любой. Также в процессе капитализации своего счета нужно это учитывать. Нужно учитывать капитализацию своего счета. Однако, всегда держите в голове, что у вас есть 5 психологических ошибок, которые, в общем-то, можно даже не называть психологическими ошибками, поскольку это ошибки нашей биологии. Каждая из этих ошибок, она тесно связана, к сожалению, с нашей биологией. Наши мозги по-другому работать не могут, не умеют, тут просто банально даже не хотят, не работают по определенным алгоритмам. И, к сожалению, трейдинг, он далеко не биологичен, он не соответствует нашей биологии. Удачи вам! Зарабатывайте!